Всем привет! Хочу записать ролик про сушеный сыр. Вот эта терка, очень мелкая, с помощью этой терки я натер кусок сыра положил на лист бумаги. Вот она. Сыр я уже высыпал, а бумага промаслилась. И разместил вот в эту сушилку для овощей и фруктов. Это китайская с интернета сушилочка такая, видите, с сеткой закрытая. Вот так она открывается. Вот я ее открыл. И тут у меня получился сушеный порошок сыра, видите. Бумага довольно быстро впитала в жир. И, в общем, сыр высох. И вот в итоге получился вот такой порошок сухой. очень ароматный, солененький такой. И несколько листов промасленной бумаги, как бы пергаментной что ли. Не знаю, для чего она нужна, промасленная бумага. Но, я видел, в кулинаре используется. Я просто не использую. Что с этим сыром делать, значит? И зачем я вообще все это сделал? Ну, во-первых, конечно, брать с собой в поход удобно. Потому что это все-таки сыр, хоть и обезжиренный в некоторой степени, но очень вкусный продукт. Я его использую вместо соли. Хрустит на зубах. Очень ароматный. Сушеный сыр. Посыпаю овощи тушеные, вареные. Супы. Посыпаю. Вот классический рецепт французский. Луковый суп. Это лук в супе поджаренный. И тертый сыр. Каши посыпаю. Овощные разные блюда. Можно использовать в кулинарии, в приготовлении пищи. Там какие-то соусы готовить. Ну, это просто сыр, но высохший. И, можно сказать, так обезжиренный. Потому что жир перешел на эту бумагу. Вот такой замечательный порошочек. Можно в баночке хранить. Вот, кстати, по-моему, в Казахстане делают курт. Тоже сушеный сыр такой. Шарики такие. Ну, а я просто использую вместо соли для приправки блюд. Потому что соль не употребляю. Мне нравится такой сырок. В качестве приправы. Поход хорошо взять с собой. Не знаю, что еще сказать. Бутерброд с маслом посыпать. Вот такое небольшое видео. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. ПОДПИШЕСЬhoo